Если историю пишут герои, то фундамент для будущего закладывают педагоги. В этом уверены наставники средней школы номер 20 областного центра. Они с удовольствием экспериментируют с методиками преподавания, что, к слову, у них получается неплохо. Например, обучение иностранному языку с использованием мобильных приложений. Такую тему развивает на своих занятиях Наталья Бойко, учитель немецкого языка. Последние годы я работаю над такой технологией, как использование мобильных приложений на уроке. Ну, конечно же, тема такая спорная, потому что все-таки родители и многие учителя, ну и я была в какой-то мере скептически настроена к этой теме, потому что все-таки здоровье, сбережения и все остальное. Но если правильно настроить работу, она дает очень большой результат. Сегодня одним из основных требований во владении иностранным языком является качественное владение устной речью. Этому в учебном процессе Наталья Васильевна уделяет особое внимание, стараясь замотивировать ребят чаще разговаривать на немецком, а также слушать речь живых носителей в кино и аудиокнигах и интегрировать это с работой в приложениях. На сегодняшнем этапе самое важное – научить детей общаться, потому что все-таки обучение иностранным языком предполагает умение детей применить этот язык для своих жизненных потребностей. Поэтому коммуникативная направленность играет очень большую роль, и в своей работе я использую различные методы, пробовала различные методы. Все больше вопросов у современных детей есть к психологам. Именно поэтому социально-педагогическое направление развито в школе достаточно серьезно. От профилактики правонарушений и преступлений до темы профориентации весь исследовательский сегмент психологов задействован. Причем к теме выбора профессий и интересов здесь обращаются уже в пятом классе. Это работа по профессиональной ориентации учащихся, которая начинается уже с пятых классов. Ребята включаются в работу очень охотно. И, конечно же, большое удовлетворение, что такие мероприятия приносят радость не только нашим учащимся, но и самим педагогам. Научно доказано – эффективное сочетание умственной и физической деятельности благоприятно сказывается на детском развитии. Именно поэтому в школе по инициативе администрации была опробована новая форма досуга. Два просторных холла были переоборудованы под площадки для игры в настольный теннис. Кроме того, здесь установлены шахматные и шашечные столы. К каждую переменку ребята стремятся сюда. Они оторвались от телефонов, от гаджетов, играют, анализируют, двигаются. Кстати, базу для игры дети сделали сами, вместе с педагогами. Это, с одной стороны, подогревает еще больше интерес учеников к такой форме досуга, а с другой – это хорошая мотивация и посыл, что здорово не то, что дорого, а то, что интересно. Ведь не всегда инновации для ребят требуют больших затрат. Не последнюю роль здесь играет грамотная инициатива педагогов и любовь к своей профессии и ученикам. Тогда и результат не заставит себя долго ждать.